В городе Волжском начались ежегодные прахиальные Кирилло-Мефодьевские образовательные чтения. Мероприятие, в котором принимают участие священнослужители, руководители и педагоги общеобразовательных и воскресных школ, преподаватели и студенты высших учебных заведений, а также представители общественности, проходит шестой год подряд. На пленарном заседании побывали наши коллеги. Начало работы форума благословил митрополит Волгоградский Камышинский Феодор. Во все времена лучшими качествами славян были любовь к родине, защита родной земли, на последние капли крови, историческая память, милосердие, сохранение семейных ценностей, как частицы своего рода. И, конечно же, бережное отношение к родному слову, к своему языку. Перед участниками чтения стоит весьма важная задача – выявить, обобщить и распространить лучший опыт работы по духовно-нравственному просвещению и воспитанию подрастающего поколения средствами государственного и церковного образования и культуры, наладить взаимодействие церкви, общества и государства в сфере духовно-нравственного воспитания детей, молодежи и студенчества на основе культурно-исторических традиций российского общества. Проблемы формирования этно-лингвистического сознания у молодежи и сохранения бережного отношения к языку, я думаю, это важнейшие темы, потому что мы с этим сталкиваемся ежедневно. Нужно отметить, что организаторами нынешних Кирилла Мефодиевских образовательных чтений выступили Калачевская епархия и мэрия Волжского при поддержке Комитета образования и науки Волгоградской области, Управление образования и администрации города, Гуманитарный институт, Волжский институт экономики, педагогики и права, городской филиал Московского энергетического института. И вот здорово, что сегодняшнее мероприятие проходит именно в зданиях института, потому что молодежь будущего города и волжане, юные волжане, это завтрашний день города. Подобные чтения, они в первую очередь возвращают нас в духовной составляющей, к основам нашим православным, для того, чтобы понять, куда, с кем и зачем. Задача университета, вузов в целом, конечно, в первую очередь дать комплекс специальных знаний, а может быть даже и не в первую очередь, наверное, все-таки в первую очередь воспитательную функцию мы несем. И уже мы пять лет в рамках соглашения Тройственного, Росгидра, МЭИ и Рязанского госуниверситета реализуем духовно-нравственное воспитание студентов, именно для того, чтобы определить его путь в будущем. Звучали в этот день и доклады. В рамках пленарного заседания выступили не только волжане, но и гости из Рязани, настоятель Спаса Преображенского Пронского мужского монастыря Игумен Лука и протеерей Сергей Рыбаков, рассказавший о необходимости беречь русский язык. Святителю Феофану за это великое и благодарность, что ставит нас иногда на место в отношении всякого рода квестов. В этот же день состоялась работа тематических секций в храме преподобного Серафима Саровского и семинар для заучей на тему «Семья, хранитель духовных ценностей» в лицее номер один. Чтение продолжится работой секции дошкольного образования в детском саду номер 107 и учителей в 28-й и 2-й школах. В четверг в Духовном просветительском центре «Покров» запланированы выступления учащихся из защиты проектов, выставка декоративно-прикладного творчества «Русь мастеровая» и епархиальный конкурс «Добронравие. Живое слово». А завершатся ежегодные Кирилл Мефодьевские чтения 17 мая в школе номер 6, где состоится семинар для учителей музыки. Игорь Морозов. Специально для телеканала «Союз» из города Волжского. Игорь Морозов.